Глава 3. Подзаголовок 3. Отношение арабов к нацменьшинствам. Внутреннее насилие арабских режимов обращено как против самих арабов, так и против национальных меньшинств. Арабские националисты считают огромное пространство, простирающееся от Марокко до Персидского залива, исключительно арабским, несмотря на присутствие в этом районе многих других народов и религиозных групп, таких как берберы, курды, копты, христиане, друзы, евреи, черкесы, ассирийцы и африканские язычники. Эти группы составляют значительную часть населения в очерченном регионе. Арабские государства терпят присутствие неарабских и немусульманских меньшинств на своей территории, но нигде в арабском мире представители этих меньшинств не пользуются действительным равноправием. Они везде находятся на положении граждан второго сорта, а те из них, кто не соглашается с этим унизительным статусом, подвергаются жесточайшим репрессиям. В 1933 году иракские власти организовали резню древней ассирийской христианской общины. Тысячи выживших ассирийцев были вынуждены покинуть страну. 15 декабря 1945 года курды провозгласили независимую республику на севере Ирака. Эта республика была немедленно уничтожена иракскими войсками. Курды возобновили борьбу за независимость в 1961 году, и они были снова беспощадно подавлены. Иракская армия уничтожила десятки тысяч курдов. 200 тысяч человек остались без крова. В 70-е годы Саддам Хусейн изгнал в Иран 200 тысяч курдских беженцев. Сотни тысяч курдов тогда же были насильственно переселены на бесплодные земли, находящиеся вдали от их исконной национальной территории. Саддам пошел по пути, проложенному его кумиром Навуходоносором. В Версале курдам была обещана автономия, но Британия отменила ее и присоединила Курдистан к Ираку, дабы обеспечить себе контроль над курдским районом Масул, где находятся значительные залежи нефти. Равнодушие мирового сообщества к судьбе курдов обеспечило Саддаму Хусейну благоприятные условия для насильственной арабизации Курдистана. И все же борьба курдского народа за обретение независимости продолжается поныне. Последним аккордом этой борьбы стало восстание, вспыхнувшее в Курдистане после поражения Ирака в войне в Персидском заливе. Но и эта попытка была подавлена Саддамом Хусейном с характерной жестокостью, едва он оправился от поражения на юге. Ничуть не лучшая доля выпала и остальным меньшинствам в арабских странах. В 20-е годы в Сирии было организовано истребление христианской общины, а после Второй мировой войны из этой страны были изгнаны десятки тысяч армян. Сирийско-французский договор 1936 года предусматривал создание друзской автономии в районе Джабель-Друз, где эта община составляет большинство населения. Однако все попытки друзов отстоять свою автономию были безжалостно подавлены. В 50-е годы Нассер организовал изгнание из Египта греко-православной общины. На протяжении 60-х и 70-х годов египетские власти поощряли насильственные действия против коптских христиан. Еще более ужасной была участь чернокожих христиан на юге Судана. В 56-м году суданские власти начали кампанию по их принудительному обращению в ислам. При этом негров-христиан морили голодом и превращали в рабов. По самым скромным подсчетам, общее число убитых в апогее этой кампании в 70-е годы составило 500 тысяч человек. Однако некоторые источники утверждают, что убитых было более миллиона. Сотни тысяч бежали в соседние страны, хотя арабы настойчиво пытались запереть обреченных в Судане. Таким образом, главным фактором нестабильности на Ближнем Востоке является склонность арабских правителей к насилию, которая приводит к непрерывным войнам и жестоким внутренним репрессиям. После знакомства с приведенными данными, едва ли вызывает удивление тот факт, что во многих случаях на жизнь деспотов совершались покушения. Список жертв политического террора, составленный в хронологическом порядке, выглядит как справочник, кто есть кто в арабском мире. 1949 год. Президент Сирии Хусни Саим казнен по приговору военного суда после успешного прохошемитского переворота. 1951 год. Король Иордании Абдалла убит агентами муфтия за осуществление тайных контактов с Израилем. 1958 год. Король Ирака Фейсал убит вместе с Нурей Саиром во время революции, положившей конец монархическому правлению в этой стране. 1960 год. Премьер-министр Иордании Аббас Маджали убит египетскими агентами при покушении на жизнь короля Хусейна. 1963 год. Президент Ирака Касем убит группой заговорщиков из партии Баас и офицеров-националистов, осуществивших государственный переворот. 1964 год. Президент Сирии Шишакли убит заговорщиком Друзом в отместку за бомбардировку Друзского района на юге страны. 1967 год. Президент Алжира Бумидьен чудом избежал смерти при попытке военного переворота. 1971 год. Премьер-министр Иордании Васфи Эль Таль убит в Каире террористами ООП в отместку за жестокое подавление палестинского восстания. Черный сентябрь. 1972 год. Король Марокко Хасан чудом избежал смерти при воздушной бомбардировке Королевского дворца, осуществленной заговорщиками из рядов марокканских ВВС. 1975 год. Король Саудовской Аравии Фейсал Ас-Сауд убит своим племянником. Убийца был схвачен и казнен террористами, принадлежавшими, судя по всему, в Росаудовской группировке. 1978 год. Президент Северного Йемена Гашми убит агентом Южного Йемена, подложившим ему портфель со взрывчаткой. 1981 год. Президент Египта Анвар Саддат убит исламскими экстремистами во время военного парада во знаменование восьмой годовщины войны судного дня. 1982 год. Президент Ливана Башир Жмайель убит взрывом бомбы, подложенной в здание Берутского штаба христианских фалангистов. 1984 год. Ливийский лидер, полковник Каддафи, подвергся вооруженному нападению повстанцев из Национального фронта спасения Ливии. 1985 год. Президент Судана Джафар Нумейри сумел спастись бегством в ходе государственного переворота, отстранившего его от власти. 1987 год. Премьер-министр Ливана Рашид Караме погиб при взрыве самолета в воздухе. 1989 год. Президент Ливана Мувад убит бомбой, подложенной в его автомобиль спустя несколько дней после вступления в должность. 1992 год. Президент Алжира Мухаммед Будиаф убит мусульманским экстремистом через 4 месяца после введения военного положения, предотвратившего переход власти в стране к радикальным исламистам. Ради краткости я не включил в этот список бесчисленные убийства и покушения на министров, лидеров оппозиции, интеллектуалов, журналистов, дипломатов и чиновников. Я оставил за рамками своего рассмотрения небольшие мусульманские страны, в которых политические убийства распространены не в меньшей степени, чем в упомянутых государствах. Ученый, исследующий политическую жизнь в россыпи мелких княжеских деспотий, образующих Объединенные Арабские Эмираты, опубликовал в 1977 году следующие результаты своих наблюдений. Правитель Абу-Даби, шейх Зияд, сверг в 1966 году своего брата Шахбута. Правитель Дубаи Рашид, сверг своих дядей в 1932 году. В Ум-эль-Кайване шейх Ахмед застрелил своего дядю, который убил его отца. В 1948 году шейх Сакр изгнал из рас Эль-Хайме своего дядю, а в ходе более позднего дворцового переворота в 1972 году шейх Султан из Шарджа отобрал престол у своего брата Халиля, который был застрелен своим двоюродным братом и бывшим правителем Сакром Ибн Султаном. В Абу-Даби, главном государстве федерации, 8 из 15 эмиров, принадлежавших к династии Аль-Буфаллах, были убиты. Последние десятилетия убийств стало меньше, но это связано только с тем, что деспотические арабские режимы усовершенствовали технику политического выживания за счет ужесточения и универсализации методов подавления. Так, например, в Сирии и Ираке правящие режимы остаются у власти только потому, что они научились тщательно искоренять самые незначительные признаки внутренней оппозиции. Продолжение следует...